Всех приветствую, с вами я, Веган Христолюб. На своем сегодня такое вот видео. Называется оно «Время Великой Скорби», ну или «Времена и сроки Великой Скорби Последнего Времени». Что это такое, что за Великая Скорбь, когда она будет продолжительностью ее? Сегодня об этом с вами поговорим. На своем сайте «Христолюб.ру» или «Христолюб.рф» по-русски я состряпал страничку «Время Великой Скорби», так ее и назвал. Следующее предисловие я написал. «Время Великой Скорби Последнего Времени». Что это за время? Что за период? Какова ее продолжительность? Можно ли назвать Великой Скорбью всю целиком книгу Откровения? Или это только период правления Антихриста? Какие места Библии мог нам открыть или хотя бы приоткрыть завесу тайны этого события? Все ответы на эти подобные вопросы вы узнаете, посмотрев это видео. Дальше я написал следующий текст. В Библии есть по меньшей мере три места, которые прямо говорят нам о каком-то особом времени тяжких страданий, каких не было на земле от ее сотворения. Давайте рассмотрим их по рядке последовательности библейских книг. Три места. Это у нас первая – Даниила, книга Даниила, книга пророка Даниила, это Евангелие от Матфея, апокалиптическая речь Иисуса Христа, 24-25 глава, и это книга Откровения. Там много будет и 6-я, и 7-я, и 9-я, и 12-я, 13-я, и 18-я. Сейчас пройдемся, да? Давайте начнем с книги Даниила. Сначала я вам чисто место это зачитаю и перейдем к книге. Даниила, 12-я глава, 1-й стих. Звучит так. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Ну, здесь проглочено слово «жизни». Так называется книга Божьей книги святых людей. Как видите, здесь это и... Я прежде всего скажу, что вообще словосочетание «Великая скорбь», ну, в принципе, насколько я знаю, может быть, есть еще где-то, да, но употребляется в Библии, во всех книгах, в Библии всего два раза. Кто считает, что больше или знает больше мест, пожалуйста, пишите в комментариях. Я с радостью изучу все эти моменты, где я что упустил, можно будет дополнительный ролик записать. Но, насколько я знаю, именно в таком прям словосочетании «Великая скорбь», да, у нас как раз употребляется, и нам известно, это словосочетание первое. Из того, что мы будем дальше сочетать, это Евангелие от Матфея, как он сказал, апокалиптическая речь Иисуса Христа, именно он употребляет эту фразу «Великая скорбь». И это же словосочетание будет употребляться у нас в третьем эпизоде, который мы будем рассматривать в книге Откровения, ну, в частности, там, в седьмой главе, да. Только два места есть, где вот так говорится. Но, на самом деле, вы видите, читая книгу Даниила, пророка Даниила, это его одно из последних, даже последних, получается, его видения, оно очень большое, там расписано все, сейчас мы к нему все равно еще обратимся, мы видим, что здесь как такового слова «Великое словосочетание», «Великая скорбь» нет. Ну, я думаю, что вы все услышали, и вам стало понятно, да, что в принципе все то же самое. Давайте еще раз прочитаем. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди». Более того, одно дело в словосочетании «Великое скорбь», другое дело в каком-то контексте предложений мысли сказано. Естественно, обратившись сейчас, как я вам сказал позже, и к Матфею, апокалиптической речи Иисуса Христа и книге Откровения, естественно, контекст с вами увидим, что помимо просто фразы словосочетания «Великое скорбь» будет и ее описание, да, мы увидим, что, ну, практически слова будут синонимично использоваться, ну, просто чуть, чуть, может быть, другие в разных падежах. Но, как всегда, вам прежде чем показать вообще, что это, вы знаете, как я не терплю и проповедую, что те же самые, вообще жизнь идет в одну сторону, время текет у нас не вспять, а вперед движется, да, книги Библии, любая книга читается сверху вниз, слева направо, как хотите. Да, есть запараллельные места, да, у нас в одно мгновение в нашем бытие у каждого своя жизнь. Это важно понимать, да, и по идее мы все живем параллельно, но время движется вперед. Да, несмотря на то, что в каждую секунду времени у каждого своя жизнь, но мы живем в одном времени, оно движется вперед. Поэтому очень важно тоже все эти моменты понимать, да. Книга Даниила. Прежде чем добраться до 12 главы, если вы хотите всегда узреть истину, надо начинать Даниила как минимум читать с 10 главы. Я всем рекомендую это делать на своем сайте, где все тексты Библии, все книги Библии мной были любезны, любвеобильны, с радостью, с трепетом, если хотите, с добротой собраны, с кропотливостью, были насыщены картинками, выделениями речи и диалогов. Это удобно понимать, да, все, где, что происходит, хотя бы видеть границы. И вот, в принципе, то, что мы с вами вырываем сейчас из контекста, 12 главу, один стих все уберем, то, если вы хотите узнать, откуда это, конечно, читать надо начать с 10. Вы увидите, что все события книги Откровения, точно так же, как Иисус в своей апокалиптической речи их кратко излагает, таким содержанием, оглавлением. Те же самые видения и сны Даниила делают то же самое. Они не углубляются в подробности, какие у нас есть в книге Откровения, но и в них еще больше образов и символов, но они последовательно изображают те же самые события последних времен в книге Откровения, которые просто более развернуты. И я на ваших глазах, конечно, сегодня не буду 10, 11 и 12 главу всю зачитывать целиком. Все это видение Даниила просто вам показывает, что там есть такая же. Всегда вот эти звери, эти воины там, рога. Кто знает, кто уже в книгу Даниила погружался. Все там идет, все его видения, сны, они абсолютно об одном и том же, просто в разных видах. Вы помните еще, кто может помнит эту историю, кто со мной Ветхий Завет читал на канале, когда Иосифу было два раза там. Об одних и те же событиях два разных сна там снились для фараона, которых он потом рассказывал и толковал. Ну, в смысле, снились фараону, а Иосиф их толковал. И фараону снились два разных сна, об одних и тех же событиях, просто в двух разных образах. Вот, это очень важно. И здесь то же самое. Даниилу об одних и тех же событиях просто по-разному Бог подавал все эти события. Как видите, всегда я уже много раз оговаривался и буду оговаривать, что я даже картинки стараюсь использовать одни и те же, чтобы у человека впечатывалось это в голову, в визуальное восприятие, вся хронология событий, то же самое Евангелие. Когда ты видишь эти иллюстрации, нам легко все это запоминается, жизнь Иисуса, его рождение, Рождество, его явления Христа народу, его чудеса, добрые дела, его арест или предательство перед этим Иудой. Мы когда вот так все помним, в книге Откровения, вообще в последние времена, надо понимать хронологию, как там что происходит. Да, там тоже есть запараллельные места, одновременно нам рассказывают, что на небе там происходит, что ангелы с бесами воюют, на земле что происходит, что воцаряется Антихрист. Да, есть места запараллельные. Понятно, что когда начинается пропаганда тьмы, начинается война, с ней последовательно, ну параллельно потом запараллеливаются и кризис финансовый, и голод, и эпидемии, да, все это и с применением оружия какого-то массового поражения и катаклизма начинается. То есть они подключаются, потом идут параллельно, но сначала они открываются, все эти, дополняются вещи последовательно, да. Мы это в жизни все прекрасно всегда знаем, да. Мы можем уронить кувшин стеклянный, разбить его, это беда. Потом еще собираю его порезаться, да, то есть беда на беду накладывается, а не последовательно, да. От того, что я порезался, что кувшин перестал быть разбитым, нет, это событие все еще происходит. Мы говорим, да срочно на меня свалились, это одна беда за другой, да, но она одна за другой, да, потом они идут вместе. Человеку уже рассказываешь, да, я и кувшин разбил, и порезался, да, но все это происходило последовательно, но потом, как говорится, все выравнивалось в параллельности. Это важно понимать. Вот как видите, на ваших глазах я все листаю, можно взять чуть-чуть побольше и просто тут очень много читать. А я говорю, я записываю, сейчас вы заметили, такие небольшую серию роликов, стараюсь хотя бы до часа в моем-то масштабе вместиться. Ну давайте хотя бы... И разумно из народа, это 11 глава, там, с 33 стиха. Разумят многие, хотя будут несколько времени страдать от меча огня, от плена и грабежа. Во время страданий своего жить будут иметь некоторые помощи, многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытаний их очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества. И о боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех. В принципе, прям идеально свое место, взяли, видите, картинку. Речь идет о гонениях. Вот я хочу зафиксировать. И о гонениях здесь описывает Даниилу видение, он это передает нам, заметьте, описано гонение. И разумно из народа, вразумят многих, то есть люди светлые, святые будут проповедовать, говорить, выразумлять, благовествовать, блогерствовать. Хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их. Их очищение для убеления белых одежд к последнему времени. Ибо есть еще время до срока. Какой срок? Воцарение Антихриста. И будет поступать царь тот по своему произволу. Здесь уже идет речь об Антихристе. И вознесется и возвеличится выше всякого, когда он божества. И о боге богов станет, говорит, хульно, и будет иметь успех. Доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится, когда он будет низвержен. Второе пришествие Иисуса Христа. И о богов отцов своих он не помыслит, и желания жен не уважит. Ну, давайте вот это мы пропустим. Это описание, в принципе, Антихриста. Сегодня оно нам в контексте этого видео не очень интересно. И раскинет он царские шатры свои между морем, горой и преславным святилищем, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. И восстанет в то время. Вот это уже параллельно говорится, да? На небе. Михаил это Архангел Михаил, да? Его называют князем великим в Библии, очень часто названо. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа его все, которые найдены, будут записанными в книге жизни. И многие спящих в прахе земли пробудятся. Все. То есть нам описано тысячи... Ну, нам здесь ничего не говорится о трех с половиной летнем царстве Антихриста. Ну, оно подразумевается. Оно заканчивается. Всеобщее воскресенье. И многие спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечны, другие на вечное поругание и посрамление. Разумные будут сиять, как светило на твердье. И обратившие многих правде, как звезды, вовеки навсегда. Вот вам вся книга откровений. На этом действительно 12 глава, ну, можно сказать, заканчивается. Там, вы помните, про дни еще будет. Вот это про сроки, как раз сказано. Это просто здесь проглочено было трех с половиной летней. А тут потом в конце сказано. Ну, все, вот она заканчивается, 13 глава. Это уже там история с некой Сусанной, незаконно обвиненной. Все, вот вам все видение. Мы с вами видим, что все, как всегда, идет последовательно по книге Откровения, кто изучает, интересуется этими вопросами. И вот не зря мы с вами, действительно, я прям, как на духу мне Бог положил, с 11 главы все-таки начать с 33 вот этого стиха, где уже сказано об этих гонениях. Это очень важно, вот этот момент. Очень важно, да. И давайте мы с вами, ну, прежде всего, я могу всегда, я для вас, вот, сейчас, Даниила. По Откровению мы видим то же самое. То есть печати, да, вот эти вот гонения, шестая, пятая печать снимается. Мы с вами просто сейчас будем читать, я не хочу дублировать, но я вам так пока картинками покажу, чтобы вы всегда видели, да. Потом семь труб. По тексту тут не видно, видите, как картинки можно пролистывать и книгу читать глазами, так скажем, да. Я специально это делаю. Два пророка и вот жена на небе, жена, которая, то есть церковь, которая рождает некоторых, там еще и святых, да. И начинается, это произошла война на небе. Михаил и ангелы воевали против дракона, и дракон был, дьявол был низвержен на землю, да. Именно здесь все это описывается, очередные гонения. Это и есть тут князь Михаил на небе, который воюет и дьявола низвергает на землю. И что начинается в царство Антихриста. То есть все там совпадает идеально по книге Даниила, да. Все так и происходит. И мы видим с вами, что в принципе Даниил, еще раз возвращаемся к нему, да, чтобы зафиксировать этот момент. В принципе он описывает, что вот эти страдания, да, будут гонения. Святые будут что? И от меча будут, и от огня, то есть от тех войн, вот все те шесть, все те печати, которые будут. Все, то есть это аналогия и отсылка нас, если параллели к книге Откровения проводить, то это, конечно же, шестая глава. Это где вот эти все шесть печати. То есть то, что Даниила описано в 11 главе с 33 по какой-то 35 стих, да, это все вот печатит. И вообще это все период до воцарения Антихриста. Но он не называет от великой скорби, хотя будут страдать все эти разумные, будут их и грабить, и пленить, в тюрьмы бросать, да. Вот, будут люди просыпаться некоторые разумные, будут тоже страдать для испытания, кто будет, все это будет. Но он не называет это великим страданием. Но после воцарения Антихриста, конечно же, будет очередная волна всех негодных закрывать, да, всех негодных убивать. И он говорит, что уже в это время, когда восстанет в то время Михаил, князь великий, на небе, да, низвергнет дьявола на землю, то тогда вот наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа все, которые найдены, будут записаны в книге жизни. Я надеюсь, здесь вам все понятно. То есть мы видим впервые, не впервые, здесь мы не видим, я говорю, это у меня тут ссылка идет, как раз, на Матфея, что вот этим временем тяжким Данил называет, как бы, ну, основываясь на своем видении, вот время после воцарения Антихриста. Давайте теперь перейдем к Матфею дальше, к апокалиптической речи Иисуса Христа. Я даже, Матфея, вам не буду открывать, я здесь на этой странице время великой скорби. В принципе, то, что мы, я говорю, контексту обратитесь всегда, я думаю, что в современном, сегодня у нас 11 октября 2022 года, потихонечку разгорается Третья мировая, да, и я думаю, что следует вам перечитывать, посмотрите, как это на моих сайтах сделано, у вас все это запечатляется, вы будете в этом, я думаю, хорошо плавать, в хорошем смысле слова, да. И вот это вот, я говорю, я не буду сейчас вам Матфея уже открывать, кто хочет, посмотрите, здесь достаточно даже на этом, что мы с вами видим и прочитаем, чтобы все уразуметь, да. Итак, когда увидите мерзость запустения, мерзостью запустения назван всегда Антихрист, ну, какой там храм уж евреи построит, снеся ту мечеть там в Иерусалиме. Хотя, вы знаете, это только мы придумываем, что это, нигде тоже в Библии точно у нас нету, что это прям будет в Иерусалиме, да, может, это вообще в Риме будет, может, на крыле храма, храм, это он будет на балкончике, где Папа Римский выступает. Все это не суть важно, мы по времени это увидим, нам очень важно, мы видим вот эти общие черты, вообще, кто интересуется истиной, в том числе, познает ее через Библию, все это достаточно открыто, и пусть мы каких-то моментов прям вот до запятой не знаем, общие вот эти даже мотивы, нам все открывают и становится все понятно, и по времени мы все это узнаем, те, кто живет святой жизнью, это обязательно, потому что истина открывается только разумным и благочестивым, это очень важно, ну, в принципе, разумный и благочестивый, это одно и то же, говоря о человеке. Итак, когда увидите мерзость запустения, как мы с вами видите, последовательно, когда читаем, все хорошо, реченную, сказанную через пророка Даниила, мы с вами только что о ней прочитали, у него есть, конечно, несколько, вы помните, видения, все об одном и том же, я еще раз сказал, ну, и последнее видение, то же самое, только что прочитали, что этот, который выше всех богов вознесется, вот он говорит, вот через, когда он скажет, когда он встанет, да, когда увидите эту мерзость запустения, на святом месте, читающий да разумеет, тогда находяешься в иудее, да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не возвращается назад взять одежды свои, горе же беременным и питающим сосами в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство вашего зимою или в субботу, ибо, теперь, внимание, тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Это вот впервые, так скажем, где мы встречаем сихронологически читать последовательно книги Библии, как они собраны, они, в принципе, собраны достаточно грамотно, вы знаете, хотя у меня есть своя версия, как я их на канале зачитывал, я кое-что менял местами, читал немножко не так, вот, но, в принципе, общий порядок, конечно же, даже в так называемом известном каноническом варианте, любой там православной секты, католической, протестантской, в принципе, книги Библии собраны, ну, более-менее последовательно, да, тут уж то, что Евангелие идет до Откровения, это, естественно, понятно, что книга Откровения заканчивается корпус библейских книг. Вот впервые, где мы встречаем, вот в такой вот фразе, это вот в речи Иисуса Христа, да, если мы еще раз его речь прочитаем, его эту конкретную фразу, да, ибо тогда будет великая скорбь, какой не был от начала мира до ныне и не будет, еще раз читаем с вами Даниила, и восстанет то время, у вас все на экране, вы все можете сличать, всегда хорошо, видите, прямо одно над другим, и восстанет то время Михаил Князь, великий старший народ, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди, тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне. Как мы видим, видите, у вас все, когда вот так вот все складываешь, сличаешь на одном экранчике, и все очень хорошо получается. То есть, действительно, мы с вами видим, что, несмотря на то, что в Даниила не употреблена фраза «великая скорбь», мы видим, что речь об одном и том же, что о каких-то событиях, которых не было, что с тех пор, как существуют люди, или от начала мира до ныне. Просто разными словами сказано об одном и том же. Можем мы уже, сейчас еще не обращаясь к книге Откровения, сказать, что великой скорбью все действительно совпадает, но названо время после воцарения Антихриста, то есть время его царствования, когда будут изливаться чаши гнева на его царство, на граждан его, на подданных его царству, на всю землю. Можем сказать? Ну да, по тексту пока понятно так. Но! Есть один нюанс. Я к чему все это говорю. Знаете, еще этот ролик очень хорошо применим к тем, кто верит в восхищение церкви до великой скорби, до книги Откровения, до всех событий книги Откровения. Это, кстати, и для вас аргумент задуматься над тем, а так ли это. Те, кто думают, что все там печати, все события рассказаны в печатях, в открывающихся, в ангелах трубящих трубы, да, их не коснутся. Но если даже вы верите до великой скорби, что будет восхищение? А с чего вы взяли, что вся книга Откровений — это Великая Скорбь? Бред про то, что, да, есть последовательные места в книге Откровений, есть. Но как я, когда мне, я просто лично общался, и когда меня пытались убедить, что именно потому, что тоже говорят, что вся книга Великая Скорбь, потому что они все печати, трубы и чаши гнева запараллеливают и говорят, что это просто одно и то же событие, что вплоть до того, что все это происходит. Я, правда, не пойму, как они тоже запараллеливают, потому что они же порой утверждают, что книга Откровения — это седьмина, да, то есть семилетие. Ну, а у нас четко написано, что после Царства Антихриста его будет правление три с половиной года. А куда вы денете тогда в книге Откровений все эти события? Вам их надо, хочешь не хочешь, на семь лет растягивать. Тогда получается какая-то путаница и билиберта. Вот, это очень важно. Но действительно, если мы с этими моментами с вами разобрались, то, как говорится, как сказано в Писании, сам Иисус употреблял эту фразу из Ветхого Завета при двух или трех свидетелях, истина, всякое слово. Два свидетеля мы с вами набрали, действительно, утверждают вот эту вот мысль, что Великая Скорбь названа временем царствования Антихриста трех с половиной летнего, но, действительно, открывая книгу Откровения, мы с вами немножко начинаем запутываться. А почему? Ну, а потому что, прочитывая, ну, мы с вами пролистаем все с шестой главы до конца, можно сказать так, сейчас по книге Откровения пойдем. Но я хочу вам просто показать те места, на которые мы будем особо обращать внимание, какие вообще в книге Откровения нас заставляют задуматься. Сейчас я, как бы, говорю, вырву из контекста, чтобы вам просто зачитать, а потом мы с вами обратимся непосредственно к книге Откровения более подробно. Что мы читаем в седьмой главе. И начав речь, один из старцев спросил меня, эти облеченные в белой одежде, кто и откуда, это пятая печать снимается, да, кто и откуда пришли вот эти люди, да. Я сказал ему, ты знаешь, господин, он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и слышат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники, вот, и отрёт Бог всякую слезу сочи их. Вот ещё одно место, где вообще, во-первых, прямо употребляется словосочетание «великая скорбь», но, на что, кстати, обращу внимание. Да, здесь фраза-то сказана, но здесь нет такого там, да, вот, от первых времён, что не было от рождения людей, как мы с вами в Данииле и в Матфее читаем. Важно ли это дополнение? Да, в принципе, нет. Зато у нас, да, у нас пусть нет, у нас и Даниила и Матфея мы только что читали, зато в Данииле нет самой фразы «великая скорбь», но мы понимаем, о чём идёт речь. Здесь, может быть, наоборот, в отличие от Даниила и Матфея, у нас нету такого добавления, что от первых времён, какой не было, но здесь зато есть просто прямая фраза, словосочетание, которое употреблял Иисус Христос «великая скорбь». Но откуда же это место? Давайте посмотрим, ещё раз наглядно рассмотрим всю книгу «Откровения». Начинать её, конечно же, надо всегда, ну, уже, если вы хотите, прямо о событиях смотреть, шестой главы. С первой по пятой, я так называю предисловие, хотя не совсем правильно, но к тем ужасным событиям, которые начнутся, да, они начинаются действительно с шестой печати, с открытия печати, с книги о последних временах, которые Иисус открывает на небе, снимая эти печати, так скажем. Это всё, конечно, символы, образы, и так будет происходить. Как всегда, первая печать мы с вами видим – это пропаганда. Как бы вы ни называли, это везде. Это в религии будет, в политике, во всех сферах жизнедеятельности человека. Любой учитель будет что? Чёрное выдавать за белое. Естественно, когда людей обманывают, то есть зло будет называть добром и так далее, поэтому люди будут ненавидеть. Ненависть будет называть любовью, да, убей, убей хохла, это хорошо, потому что причин найдут кучу. Мы что-то там защищаем, ещё что-то, они недостойны жизни, они не такие, как мы, они другие и прочие-прочие вещи, да. После этого начнутся войны, после этого начнётся кризис, голод и четвёртая печать, конь, который в себе всё это совмещает, это всадник на бледном коне, имя которому смерть. И ад следует за ним, и дана ему власть над четвёртой частью земли, чтобы умершвлять их всех, умертвить четвёртую часть населения земли, мечом, голодом, эпидемиями, зверями земными, ну, в общем, всё, полный набор будет, это ещё далеко не всё перечислено. И при снятии пятой печати, что мы с вами видим? И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души, убиенные за слово Божье. То есть во все эти времена, вот когда всё это накатом идёт, уже от проповедников, от лжепророков, которые всё это будут лжепроповедников истины, естественно, будут люди восставать, которые светлые, чистые, будут бороться с тьмой, с тьмой, с светом, с светом слова истинного, да. Естественно, их будут убивать, там, казнить, сажать, гнобить и всё прочее, да. Эти люди будут попадать куда? К престолу Божьего, да. К престолу Божьему. Ну, под жертвенником, или там разные здесь, в частности, под жертвенником сказано. Ну, в других местах будет, под престолом Божьим, неважно. «И видел я под жертвенником души убиенных за слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились ещё на малое время, пока их сотрудники и братья, которые будут ещё убиты, как и они, дополнят число». Очень важно, обращаю ваше внимание пристальное, вот ещё раз на одиннадцатый с них. «И даны были каждому из них, всех, кто умирали вот со времён открытия первой печати, да. Всех, кого будут убивать, им будут даны белые одежды. Эти люди сами, на самом деле, преобразились в свет, потому что жертвенно любят и готовы за эту истину страдать. И сказано им, чтобы они успокоились ещё, не вопили к Богу на малое время. Какое малое время? Ну, вот последняя седьмина, да. Пока и сотрудники их, и братья их, которые будут так же убиты, как и они, дополнят число». Дальше у нас идёт шестая печать, все эти катаклизмы нам описаны. И у нас какой с вами очень интересный момент. После этого у нас с вами катаклизм описан в шестой печати. У нас с вами описано, как ангел, имеющий печать живого Бога, будет ставить на чело божьим рабам, детям света, людям любви. Чтобы потом, в следующем ролике, я, кстати, буду, кому интересно, я буду говорить именно об этом моменте. Сегодня мы это с вами пропускаем. И что мы дальше с вами читаем? Прежде чем начнётся первая труба, седьмая печать будет открываться, и первые трубы пойдут. Семь англов трубящих начнут трубеть, да. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не смог перечесть, из всех племён и колен и народов и языков, стояло перед сидящим на престоле и перед акцем в белых одеждах, и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и акцу!» «И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырёх животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, «Аминь, благословение, слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь!» И начав речь, один из старцев спросил меня, «Эти облечённые в белой одежде, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, как видите, та же самая подобная речь. Ты знаешь, господин». Это мы сейчас с вами читаем повторно то место, которое я там выделил и на страничку «Время великой скорби» добавил. «Ты знаешь, он сказал, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежду своей и убелили одежду своей кровью англа. За это пребывает ныне перед престолом Бога и служит ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет полить их солнце никакой зной, ибо агнец, который среди престолов, будет пасти их и водить их на живые источники, и отрёт Бог всякую слезу сочей их». И вот смотрите, прочтя это в седьмой главе, то есть это период между шестой и седьмой печатью, потом семьи ангелов трубящих, трубы, апокалипсис, как их называют, вот казалось бы, о ком здесь говорится, и что называется великой скорбью? Это он сказал опять о тех, но там, кажется, души под жертвенником, я знаю, кто очень такие скрупулезные читатели, они, конечно, докапываются до каждого слова. Там же под жертвенником, а здесь перед престолом, да, стоял перед престолом. Это типа разные, вот, это под жертвенником, а это перед престолом. Хотя и те, и те в белых одеждах, да, и все пришли от великой скорби, да. И, на самом деле, понимая Писание, когда ты видишь все его свысока, на самом деле здесь никаких особых противоречий нету. Мы с вами видим, что только что, когда мы с вами читали вот это в шестой главе, в пятой печати, мы видим, что это все одни и те же люди. Это как мы с вами все, кто является членами Церкви Христовой, да. Мы все в разных концах земли живем, в разное время, но в концовке мы все будем вместе, да. Здесь то же самое. На самом деле и те, кто будут страдать во время печати, и те, кто будут страдать во время труп, да, там, отгонений, еще от чего-то. И те, кто будет страдать во время Царства Антихриста, испытывая гонения все святые. На самом деле они все являются мучениками, да, и все будут прославлены. И на самом деле тоже вот здесь читаешь, если хотите, разница только в том, что, по сути, ну, вы знаете, как вот посмотрите, как я свои проповеди строю, да. Я смогу наперед о чем-то рассказать, потом уже это читаем, углубляемся. Здесь, по сути, то же самое, знаете. Мы видим, как это, это же даже не просто, здесь речь не идет о печати, да. У нас просто между событиями печати, и точно так же будет и потом, где ангелы будут трубить, семь ангелов трубящих, все то же самое. Там какие-то вкрапляются, бывают моменты, а не то, что прям к печатям относятся, да. Просто рассказывается уже о настоящем, о временах будущих, да. То есть, по сути, он говорит, что ты сейчас увидел, кто это, но потом ты поймешь, откуда они появились. То есть, пока это просто ты их видишь на небесах, но откуда они там появятся. А ты узнаешь, откуда они будут появляться, потому что будет еще страдание, еще и в будущем, да. Если мы с вами последовательно читаем, у нас с вами потом трубы трубящие, ангелы трубящие в трубы, и мы с вами видим, чем все это заканчивается. Ну, такими же гонениями. Одиннадцатая глава, те же самые, если хотите. Два светильника, помните, два пророка, которые будут появляться. Ведь они тоже будут мучениками, их тоже убьют, да. Это очень важно все вот это понимать. А они что, не будут в этих белых одеждах пред престолом Божьим, да. Это лишь два светильника просто таких. Ну, а церковь-то не только из двух человек состоит, да. И уже после седьмой трубы, после ангела, после седьмого ангела трубящего, вы знаете, вот эта война на небе, дьявол низвергается на землю, а на земле, естественно, нам описано, что церковь в образе девы, родившая некого младенца, пусть это там один проповедник, может, какой-то великий или множество людей описано, мы с вами видим, что она убегает в пустыню, да. Написано, что она будет там сокрыта. Но при этом, несмотря на все ее сокрытие, да, когда дьявол низвергается на землю, давайте прочитаем с вами здесь более подробненько, напомню вам. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола, даны были жене два крыла большого орла, чтобы она улетела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась с продолжением времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и развязла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. То есть жену на эту церковь там, да, не смог он зацепить. Но рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в сбрань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. И что он делал? Ведь это нам в образе рассказывается, что и будет во времена Антихриста. Мы с вами видим, что когда Антихрист в 13 главе нам описано воцаряется, мы не будем читать опять его описание, какой он нехороший, мы с 5 стиха начнем. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. Мы с вами только что все это в Даниила читали. Да, могу вам еще раз это напомнить, показать, где у нас Даниил. И в разумный, так, где у нас тут. И завладеет. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества. И о боге богов станет говорить хульно, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И даны ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверсти он уста своих для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилища его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми, и победить их. И дана ему власть над всяким коленом. Ну, тут дальше, ну, хотя не, давай, дочитаем. И дана ему, то есть, еще раз, и дано было ему вести войну со святыми, и победить их. Ну, то есть, кого будет убивать, кого в тюрьмы сажать, наверное, всех убивать просто будет. И дана была ему власть над всяким коленом, народом, всяким языком, плением. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни. А мы с вами читали, что у Даниила все спасутся, кто записаны в книге жизни. Хоть там слово это и проглочено. У агнца, закланного от создания мира, кто имеет ухода, слышит. Кто идет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитому мечом. Здесь терпение и вера святых. Не мечом святые воюют, а терпением и верой. Верой, что каждый получит по делам своим, и они в том числе. За добрость своим добром, а те за зло и злом. Куда мы денем эти гонения? Еще более, так скажем, подробно. Дальше царство Антихриста. Еще раз нам все то же самое говорится в 14 главе, когда уже самое царство идет. Нам еще раз все это зафиксировано. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Я услышал голос с неба, говорящий мне. Напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, как и те успокаивались в Пятой Печати. И дела их идут вслед за ними. Дела святости, добрые дела, любви, жертвенной любви. Вот вам, пожалуйста. Так что такое великая скорбь? Даже вот по книге Откровения, знаете, конечно, книга Откровения все-таки... Конечно, можно сказать, что она не противоречит Даниилу и... Сейчас я сюда переключу. Что она не противоречит Даниилу и Матфея. Да, что действительно, что как бы вот те, которые в Печати, можно действительно разделить, сказать, но эти поджертвенникам будут. Ну, тоже святые, тоже в белых одеждах. Ну, все-таки вот как бы и там уж не все так еще будет, ведь все это только начало скорбей. Да, ведь книга Откровения только начинается, там будет все разгоняться. Да, конечно же, во время труп все будет еще сильнее, ангелов трубящих, во время самого царствования еще, наверное, все будет жестче по полной программе. Вот, то есть, действительно, в принципе, можно сказать, что книга Откровения нам говорит как бы... То есть, и она пока просто показана, а потом уже, как говорится, в подробностях все это расписано, как это будет, и причем в порядке, в хронологическом все это показано. Да, вначале как бы просто видение было такое, краткий вопрос, а что это такие, а кто вот эти такие, да? То есть, по сути, вот так вот. На самом деле, слушайте, я к чему хочу тоже сегодняшний ролик о концовке подвести. В принципе, мы с вами все почитали, я вам все показал. Вот по поводу «Время великой скорби». В принципе, вот этот вот вопрос весь, я следующий ролик тоже буду писать, назвал я его... А я еще значок не сделал. «Пир во время чумы... Великая ли скорбь или пир во время чумы?» Я его вот так собираюсь назвать. Там я два вопроса рассмотрю. Настолько ли ужасна эта великая скорбь, как ее... Так старашен ли черт, как его молюют? Мы с вами... Тут без лишнего юмора я хоть так бывает ухмыляюсь. Но действительно, действительно, так ли это? Я сейчас и здесь это скажу, как раз вот к следующему ролику отсылаю. Но здесь кратко такой дам анонсик того видео, и вы поймете, о чем я говорю. Ну и здесь это уместно сказать. Все вот эти споры... Мы с вами вот как... Я думаю, что прочитав вот это, у вас уже, конечно, четко сложилось впечатление, надеюсь, что как минимум, пусть мы даже точно утверждать не можем, но границы и рамки мы с вами у лицезрели, и они нам открыты. Максимум. Это действительно вся книга Откровения. И как вы видите, я последовательно стараюсь ролики тоже записывать, какие-то темы тянуть. Мы с вами уже рассуждали в предыдущем ролике. Я вам показывал, что такое Седмина, что можно... Можно ли назвать книгу Откровения семилетием. То мы с вами уже очевидно видим, что... Что не говори, что сама книга Откровения, в принципе, по словам самого же автора, ведь мы же читаем того автора, то есть его же книга, в принципе, он ее, по сути, тогда действительно может быть называть Великой Скорбью. Если это вот все страдания, все, кто будет приходить от Великой Скорби, все эти святые, да, и все это вот приходить они будут, начиная с открывающихся печатей. В принципе, да, у нас грань есть крайняя, да. Все вот это, то есть вся книга Откровения, все последние времена, которых так любят тоже это словосочетание употреблять, все это можно назвать Великой Скорбью. Вполне можно назвать. Ну, у нас есть и крайняя рамка в сужении, что точно уж называется по версии Иисуса, Даниила, это само трехсплевнолетнее царство Антихриста. Или если исповедовать, что Седмина тоже, семилетие это есть время всех последних времен, вот по книге Откровения, начиная от первых печати, от снятия первых печати, то это половина этого времени, то есть не все семь лет, а лишь та, то есть там будет какое-то еще прям гонение, все эти чаши гнева ужасные, хотя они не сильно тоже там, ну, не знаю, как сильно-несильных, можно сказать, хуже они там ангелов трубящих, или печати снимаемых, вот, кто тут, я говорю, вешать-то все это будет. Ну, раз нам так сказано, мы в это верим, что действительно, вот. Но я хочу закончить мысль, это именно по поводу всех этих великой скорбей, вот даже Иисус употребляет, вы знаете, я в свое время рекомендую всем прочитать у Клавила Степлза Льюиса, английского писателя, писателя, кто Хроники Нарни, кто знает, написал вот это все. У нее есть хорошая книжка, Боль называется, ну, один из трудов его, она вообще небольшая, насколько я помню, я всем рекомендую после этого видео ее прочитать. Сейчас можно все найти в аудиоформатах, если вам там неудобно читать, где-то на работе, в дороге, можете послушать в наушниках со смартфона, можете прочитать, если вам интересно, или потом прочитать после прослушивания, если она вас заинтересует уже в более какие-то моменты. Вы знаете, я у него, я сейчас буду своими словами говорить, ту мысль, которую я, вот, я у него прочитал, она так мне легла хорошо, ну, и как, это мои мысли, которые просто он классно сформулировал, и которые я даже сейчас, не помню его книжки, как он это классно формулировал, буду коряво передавать. Но он такую мысль показал, что нет никакой, знаете, всеобщей боли. Это очень важно. Действительно, знаете, у нас даже в природе работает, мы знаем, это каждый, я вот вам все, что говорю, всегда говорю, это применимо к жизни. Когда я уколол палец, мне как бы больно, но если мне тут через секунду кирпич на голову еще с крыши, я там могу, да, вот строитель, я строитель, мне близко тоже, такие, вы знаете, образы. Иисус много о рабочих говорил, о сеятелях, ну, я и землей занимаюсь тоже. Ну, вот, стройка, да, я могу только что что-нибудь, бац, там, ай, зацепился, и тут же что-то это сдернул, что-то падает, и мне еще что-то на голову прилетает. Да, я только что пальцем задел рукой, там, как-то, может быть, немножко расцарапал, но не так сильно. Но если мне еще кирпич на голову падает, то я уже забываю о пальце. И боль головы перекрывает эту боль. Вот по факту это действительно так. Это действительно работает даже в природе, да. И вот Клайв рассуждал, что, как бы, нет никакой всеобщей боли, знаете, такой мировой боли. И действительно так, вы знаете, он прав только опять по той простой причине, что это просто природа бытия. У нас есть так называемый болевой порог. Переходя его, в принципе, там, душа оставляет тело, да. То есть, если этот порог переходить, то, в принципе, все, да. Там, любого человека сколько ни мучай, все. У нас есть плоть, ее можно действительно разорвать, то есть, убить, уничтожить. У нее есть ограничение. Это ограничение, можно перейти, да. Вот с болью то же самое. Вот. Действительно, вот такие много разных нюансов, если насобирать. Одна боль перекрывает другую. Это, кстати, из душевной то же самое. Я могу расстроиться, что я даже там что-то не могу, ручку найти, куда положил. Это я тоже расстраиваюсь, это тоже потеря. Но если я через пять минут узнаю, что, там, ребенок машину мою разбил, то пропажа ручки по сравнению с разбитой машиной становится просто не то, что болью, да, а ничем просто, да. Вот это работает все. Боль-то бывает не обязательно, это физическая. Я могу что-то потерять, как говорят, пощупать, ну, или может пощупать, но не в телу я имею в виду, да. Как эту боль описать, да. Ну, или я узнаю, что меня там бросил любимый человек, как говорят, друг там предал или еще что-то. То все эти, как говорят, мелочи сразу перестают быть. Это и реально так. И вот по поводу всех этих стенаний и терзаний, по поводу великой скорби, и я просто к тому еще говорю, знаете, вот это один из аргументов тоже у тех, кто проповедует и исповедует и топит за восхищение церкви до великой скорби, в принципе, до всех событий и откровений, что, ну, а типа, если мы просто, и почему, типа, я так топлю, потому что я-то хочу, вот как бы, кто хочет страдать, там, и всех тем избавиться. Да, мы не хотим страдать, это действительно так. Я с таким людьми, убеждением, я согласен. Я тоже не хочу, я не сую руку каждый день в костер, в розетку, да, не бросаю сам себе кирпичи на голову, не бьюсь головой об стену. Это действительно так. Но испытания в жизни, мы с вами, кстати, если вы внимательно обратили внимание на то, что мы читаем, даже вот в том, что мы сегодня прочитали, уже сколько этому оснований, говорит, что все равно мы проходим испытания какие-то. Там написано было в Данииле, помните, что разумные тоже будут страдать для испытания. Иисус был духом введен в пустыню для испытания от дьявола. Это все очень важные такие моменты, да. И поэтому все эти скорби тоже, и вот я всем говорил, что величие, в принципе, скорбей последних времен, в принципе, прежде всего, они названы только потому великими, потому что будет просто масштаб огромный. Если пару тысяч лет назад, во времена Христа, насколько я знаю, Рим, Рим, это столица Римской империи. Империи Римской. Вы знаете, сколько человек было в Риме? 500 тысяч. Ну, вроде как, по историческим данным. Я могу что-то путать, поправьте меня. Ну, у меня почему-то в голове вот это сидит. Я когда-то все, как вы знаете, глубоко изучал. Ну, у меня тоже бывают, может, какие-то в голове потом в каши, в том плане, что я все тоже не могу помнить. Ну, я, насколько помню, вот у меня так засело. Потому что у нас, вот я с Воронежа сам, рядом есть Липецк город. Я почему-то тут запомнил, что он как в Липске. Липецк, у нас Воронежик миллионник, а там полмиллиона. Я как-то вот запомнил. Почему-то мне все время он с Липецком ассоциируется. Вот именно. Я вам сейчас не зря тоже сказал, что такое Рим, столица империи и Липецк. Когда в столице теперь только России, а это не империя, да, под 20 миллионов. Чего уж говорить об этом. И, конечно же, величие этих скорбей последнего времени, последней седмины, великой скорби, они велики в том, что они просто массовые будут. Что люди в последнее время больше будут страдать от пули в голову пущенной, чем кто-то страдал во Вторую мировую, солдат или простой мирской человек, которого расстреливали. Что от боли в пулю, в плечо от ранения или от убийства. Ну, от убийства он же, конечно, как бы ничего не чувствует. Хорошо, от ранения, от попадания. Он что, будет что-то больше чувствовать? А ядерная бомба, которую мы все уже со дня на день тут ожидаем, ядерную войну с применением всего этого ядерного оружия. Что мы с вами будем страдать больше, чем страдали люди в Хиросиме и Нагасаке, на которых сбросили, была сброшена американцами бомбы. Я что-то сомневаюсь. А от голода, когда написано будет умирать, что люди, которые умирали от голода в Ленинграде, во Вторую мировую, в Великую Отечественную, как называют Вторую мировую войну, в Ленинграде, они что, как-то меньше страдали, чем те, которые будут страдать от голода? У нас что, другое какое-то тело? У нас другая какая-то нервная система окончания, господи, мухи эти вообще замучили. Что, будет что-то по-другому? Нет, все то же самое. Что, у нас плоть, у людей в последнем времени что-то плоть какая-то изменилась? Нет, говорят, наоборот, еще дохлее с историей человечества становились, чем первые люди еще начинают от Адама и Евы, да? Слабенькие, дохленькие все. Что, мы больше страдаем, что ли? Или что, когда тебя будут унижать при гонениях, оскорблять, пинать там? Да, ты что, будешь как-то больше страдать, чем те, кого времена, или больше Иисуса, или первых учеников, или всех древних пророков, и всех святых людей, всех времен и народов от первых песен по всему лицу земли страдающих. Ты будешь что-то больше испытывать? Что, Иисус испытывал какие-то меньше страдания, когда его пили, пинали, били, избивали, бичевали, распинали? Что, распятые люди, распинаемые люди последним временем, может, обратно вернут эти все казни, обезглавливание, может, там, действительно, в самом настоящем смысле слова сказано, будет обезглавливать. Опять, опять все эти гильотины войдут в ход, да, гуманное такое общество будет в последнем времени, ну, царство антихриста, я подразумеваю, да, что будет, святых будет опять головы резать. Что, они как-то будут больше какой-то боль? Что, те, кто написан, души обезглавленных, что обезглавливание в последнее время будет, я говорю, чем-то сильнее внутренне для человека, чем обезглавление, чем и анкреститель, которого обезглавили, а не что, будет больше анкрестителей страдать? Да ровно столько же. Поэтому вот эти все, знаете, по поводу великой скорби, там, все очень такое себе, знаете, массово, да, возьмите, я говорю, времена, там, 2000 лет назад и сейчас, сейчас просто концентрация, те же самые войны, просто больше людей и одна и та же бомба брошенная, если бы так предположить, что это бомба бросить, там, в 30-й год, в 100-й год от Рождества Христова в какой-нибудь войне, там, да, куда-нибудь, на противника, там погибло 10 человек, потому что их просто идет 10 человек, там, они раскинуты по всему, скажем, линии фронта, то сейчас концентрация людей просто больше, в городах сколько живет. Да, ты сбрось на Рим, как я вам сказал, 2000-летней давности, там 500 тысяч, сбрось на Москву, 20 миллионов. Вот и все, в этом опять величие, просто в масштабах, но не, как говорят, не в качестве, не в силе. Мы боль все одинаково будем испытывать. Или что вы думаете, в последнее время как-то какие-то маньяки, чикатилы такие появятся, что прям будут тебя как-то особо смогут какие-то такие пытки придумать, которых не было? Все давно придумали от первых времен. Так что вот так вот. Поэтому, и плюс я всем говорил, что, как будто, знаете, нет великих скорбей для каждого человека. Сколько вот мы с вами взрослые люди живем на земле, какие-то новости, от которых просто кровь, как говорят, в жилах стынет, где там какая-нибудь чуть ли не семейная пара, или еще какой-нибудь маньяк, или одиночка, насиловали своих детей годами в сексуальном рабстве, в подвалах что-то держали. Вот думаю, что для такого человека, а у него не было великой скорби в его личной жизни? Он не прошел этот ад? Да, там голодомора какого-нибудь, или насилие. Сколько таких историй? Сколько людей в пленах каких-то там сидят? На Востоке все эти бойни вечные, да, там издеваются над людьми. И что? А сексуальное рабство, в которых людей некоторых порабощают, известные случаи, да, женщин там и все это, и мужчин, и детей, вот, и там люди годами живут в этих где-нибудь, там чуть ли не прикованные в подвале. Вот, это что? У них не была великая скорбь? У них какие-то меньшие мучения, чем там у людей в последнем времени будет, которым просто взяли голову, отсекли, и который там 30 лет в сексуальном рабстве прожил, да, на куске хлеба. Вот это все, знаете, такое себе. Скажешь себе, вот, противоречишь опять Писанию, как ты любишь, да, написано, что не было страданий таких от начала мира. Я еще раз говорю, не было масштаба таких страданий. То, что прохлочены для нас некоторые слова, смысл-то понятен. Все надо совмещать сюда с реальной жизнью. Я вот вам сколько вопросов накидал. Это же не риторические вопросы были. Ну, они для меня риторические. Для вас я, в принципе, задаю, чтобы вы себе на них ответили. Вы что, считаете, что я говорю, мы какие-то сверхлюди, суперлюди, а потому и страдать будем супер больше них? Да нет, конечно. Или что, человек-то еще не придумал, не изобрело всех пыток? Да все уже давно, от древних времен, пытали так людей, что за голову берешься, что-нибудь читаешь такое, как все это было, все ужасу даешься. Наоборот, в связи с такими оружиями массового уничтожения, да мы будем подыхать просто, как говорится, в огне, как говорится, в ядерном пепле и знать не зная. Да, кому-то, конечно, как раз не повезет, окажется где-нибудь не прямо в эпицентре, как говорится, поражение, а где-то дальше еще будет страдать там от какой-нибудь болячки, от всех этих излучений. А кто в эпицентре окажется, да, они сгорят в секунду. Какой-нибудь там, они даже боли не испытают. Все, перешел из этой жизни в следующую. Вот и все, поэтому вот я вот к этому говорю. Поэтому тоже, это как аргумент тоже, знаете, вот я говорю, кто топит за это восхищение, якобы там, да. Это не аргумент абсолютно. Почему они обычно топят, но в принципе не отвергают, что даже вот до этого, да, мы страдаем, и мученичество признают. Я как бы вот видел, общался, слушал разное, вот эти мнения, проповеди, мировоззрения, учения. Вот я иногда на протестантов люблю потыкать. Ну, это может разный человек такой исповедовать, никому уже не относящийся и вышедший отовсюду. Так что вот так вот. Поэтому, в принципе, все это, знаете, такое себе. Да, мы читаем, что вода вся испортится, треть лесов сгорит, все вообще написано, живое в морях, в океанах умрет. То есть мы, конечно, чего-то докатимся, но я говорю, вы знаете, лично для каждого человека, я говорю, вот это вот Ульюис прочитайте. Да, в масштабе все это кажется ужасно, но лично для каждого человека это страдание и так. И что тот без куска хлеба страдал, неважно. Хоть и была живность себя в морях, океанах, и треть лесов не горела, но какой-нибудь там в плену сидит, он и так без куска хлеба сидит. Ему что есть, это все вокруг, что нет. Главное, что он сейчас голодает. Мы на мир смотрим своими собственными глазами, относительно своей жизни. И хоть весь там мир страдает, вот Ульюис говорил, я не могу пережить все эти страдания, у меня есть свои собственные страдания, вот и все. И хоть мы 200 человек сидим, голодаем, это не значит, что мои страдания от голода в 200 раз увеличились, потому что рядом со мной еще 200 человек страдает. Это тоже никак не увеличивает. То есть эти масштабы будут, да, миллион голодающих, но это не говорит, что я стал сильнее голодать и страдать от этого, чем если бы я сидел один и голодал. Это никак не влияет на меня лично. Я испытываю одни и те же ужасы. Вот и все. Это действительно рабочий, я всем рекомендую, вот Ульюиса, я ее сам не перечитывал уже давно, но вот видите, она у меня оставила сильное впечатление, и пусть я, может, не так складно, мягко скажем, даже не так складно выражаюсь, как он, но как он, ибо он все-таки великий писатель, уж точно обладающий писательским талантом, говорю, все это хорошо. Написал, мне понравилось, его легко читать, я всем рекомендую. Это действительно истина, в этом есть. Поэтому все на сцене с этим тоже, я к чему все ролики, я же деятельно пишу, вы знаете. Мы с вами сегодня порассуждали, все хорошо узнали, да, будет глобально, в масштабах увеличенные, так скажем, сами события, но эффект производимый наличный каждого человека, они будут точно так же одинаковы, когда вы где-то живете, и вашу речку, там какой-нибудь завод начинает химикаты сбрасывать, в принципе, вся земля живет, у них все хорошо, у вас страдания, у вас речка оранжевая стала, и вы оттуда не пить, ни воду, ни купаться, ничего не можете, а если это делаете, то там болеете, страдаете, всему миру хорошо, а вам плохо, и так было не раз в истории человечества, я говорю, вот, узнаете, что там, американцы во Вьетнаме тоже, какое там ток оружия, биологическое, химическое, творили, какие у нас есть техногенные катастрофы, начиная с Чернобыля, на Украине, и кто не знает, их полно, было, какие-нибудь заводы, в Индии там какой-нибудь завод взорвется, с какими-то химикатами, я помню, смотрел там видео, тоже известно, случаи, причем это все уже события, посмотрите, все, что в 19 веке, уже документальные съемки, видео, аудиозаписи, уже достаточно в таком мире, живем, глядя на все эти ужасы, посмотрите, что творится, как там люди, что с ними творилось, они все искореженные, там больные, дети рождаются вообще уродами, там караул, все из-за того, что там завод рванул, какой-то американский, с какими-то химикатами, или что-то там, производство какое-то, я не помню, сейчас всего навалом, забейте в гугле что-нибудь, поищите техногенные катастрофы, вы что, эти люди что, меньше будут страдать, чем вот там, пусть даже от этих каких-то там язв, пусть там все это описано, из каких-то пастей, из пасти этих каких-то коней, там всадников, что-то там будет, да, язва, мор, думать, что это будет страдание сильней, нет, конечно, вот такие вещи надо понимать, вот, и вот цель моя ролика была записать вот это, и сроки понять, ну, и вот очень важно, вот я про это хотел сказать, я еще в следующем ролике, все равно, тоже об этом будет говорить, пир во время чумы, ну, там я уже в другом, но я об этом тоже еще раз, может быть, скажу, люди попадают на разные видео, чтобы вот тоже мысль это была, это тоже очень важная мысль, что все вот это вот, с нами и так сейчас, в любой момент у каждого что-то происходит, вот, все это величие, оно лишь в масштабе, вот, ну, может быть, в каких-то ужасах, но я говорю, я не думаю, что от биологического оружия, 21 века, человек больше будет страдать, чем страдали, там, я говорю, те же самки, вьетнамцы, и тайландцы, и индуйцы, украинцы, и кто поехал там от Чернобыля, потом, что там делать-то, закупоривать все это, эту аварию устранять, тоже так, кто там смотрелся, и свидетельства, они потом так же умирали, болели, со всеми ужасными, вытекающими последствиями, вот так вот, и что кого-то там во Вторую мировую, где-то меньше пытали, насиловали, убивали, грабили, мародели, что это какой-то там, меньше обезглавливали, пули в лоб и в затылок стреляли, что это какие-то меньше страдания, кому-то руки, ноги отрезали живьем, что они вдруг меньше стали испытывать страдания, чем точно такие же действия, производимые в последних временах, будут производить какое-то больше страдания, это, конечно, бред, вот так вот, поэтому, поэтому вот так вот, поэтому наше дело каждый день жить одинаково, жить главное каждый день свято, вот и все, неважно в какое время мы живем, и для каждого из нас, Последнее время, это может быть последние дни нашей жизни Вот и все Так что вот так Мы может еще не доживем до тех всеобщих последних времен Главное сегодня самому жить свято во всех ситуациях своей жизни И все скорби, и все страдания Все зло, которое на нас направлено Переживать стойко, как написано Здесь терпение и вера святых В терпении всех невзгод И отвечать, если они от кого-то, от людей сходят На зло добро, не мстить никому Вот мы должны убелиться этими одеждами Омыться кровью ангций Это всегда говорится о том, что ты должен пребывать в любви И только пребывающий в любви пребывает в Боге И Бог в нем Слушайте, еще один момент я вспомнил Я забыл кое-что о чем вам сказать Вот этот вот момент, я в принципе вам сказал Что в принципе Иоанну может быть показано Где он говорит, что вот Это те, которые пришли от великой скорби Они омели одежду своей И убелили одежду своей кровью Агнца Я вам сказал, что как бы ему пока Да, он просто видит, что на небе Он же одновременно зрит, что будет на земле происходить Что на небе происходит, на небесах Я вам сказал, что это возможно будущее Как бы описано, что это будущие мученики Хотя я уверен, что Как говорится, если смотреть по духу То и все те, кто и во время печати умирали И до, а то времен Христа Как Иисус говорил, еще всех пророков гнали И все там будут, кто люди великие, светлые, любвеобильные На самом деле, я просто хотел один пример привести Я вот забыл, но мне хочется сказать Я поэтому ролик даже Я еще не остановил Просто заставка пошла Вспомните, это Евангелие от Луки 10 глава, 18 стих Иисус говорит Иисус же сказал им Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию Я надеюсь, вы знаете, о чем говорит Иисус Многие, правда, гадают над этой фразой Но в ней нет ничего удивительного Это как раз война на небе, описанная в 12 главе То есть Иисус говорит о событиях, которые будут в будущем Говорит в настоящем, в прошедшем времени Он говорит, я уже видел сатану, спадшего с неба Иисус говорит о 12 главе книги Откровения Но говорит, что он это уже видел Не видит, он говорит, я вижу Вот у меня тут видение, я вижу Он говорит, я видел Я видел сатану, спадшего с неба В 12 главе книги Откровения о последних временах Понимаете? То есть Иисус говорит в настоящем, о прошлом В настоящее время Нет, как сказать Он говорит сейчас О состоявшихся событиях в будущем Я так хочу завернуть Сказать, да То есть еще раз, смотрите Иисус говорит им Я видел сатану, спадшего с неба, как молния Эти события будут только в будущем Во времени Иисус, конечно, понятно, их созерцает в вечности Как Бог Любовь по образу и подобию, по которому мы сотворены А значит отсюда Мы действительно можем читать Вот это вот О великой скорби в Откровении Что это те, когда ему показаны Эти все святые вокруг престола Которых никто не мог перечесть Да, это те, которые пришли от великой скорби То есть пришли, то есть Которые вот придут Пришли от великой скорби Говорится как будто в настоящем Точнее даже говорится как будто в прошлом Что они уже пришли Я тебе говорю в настоящем О прошлых событиях Но мы с вами видим, что это действительно говорит Потому что ему пока просто это показано Что это те А кто это те На земле уже показано Вот они Когда они будут Когда там будут Гонения Когда там Антихрист будет Когда уже дьявол будет сброшен С небес Во времена все эти будут То есть поэтому здесь слово пришли Смотрите Прямо действительно зеркально Или как я говорю калька Или параллельно читается С Лукой Где Иисус говорит Я видел То есть я видел В прошлом И они пришли В прошлом Они уже пришли Они уже там на небе Но мы видим Что Иисус говорит В прошлом О событиях будущего Это очень важный момент Я хотел на вас На это обратить внимание Что это действительно Да Особенно поэтому Луки Это железно работает Иисус прямо говорит О этих событиях Значит мы калькой В принципе можем К откровению Это тоже вполне Применить Что как бы Здесь так И действительно Оно само липнет Да Почему я говорю Тогда все конечно Тогда все три места С которыми мы с вами Сегодня разобрались Даниила Матфея Апокалиптичная речь Иисуса Апокалиптическая И книга Откровения Говорит Что в принципе Великая скорбь Это вот все-таки События Царства Антихриста Потому что Там эти ладно Которые тоже Будут припечатать Их они будут Под жертвенником Пока почему-то В белых одеждах А вот эти Перед престолом Они вот будут Они придут Тут тогда правильно Читать Они придут Когда будут Царства Антихриста И я тебе сейчас Попозже об этом расскажу Здесь ты просто Их увидел А спросил Кто это Он ему сказал Кто это Да Сказал о них В прошедшем времени Да Но потом расскажет Как они туда попали То есть вот так вот Я надеюсь вам Это тоже такой Вот очень хороший момент Будет полезен Очень важно Понимать Видите книги То есть Иисус Позволяет себе Так выражаться Почему мы не можем Читать откровение Иоанна Который дал ему Иисус Что здесь вот Таким же языком написано Если здесь мы еще Можем как-то колебаться Пытаться вот устраниться В Луке Четко понятно Иисус говорит О вот этих вот Время О вот этой Двенадцатой главе Где При войне на небе Архангел Михаил Сбросит дьявола И третья Бесов на землю всех Вот и все Почему мы здесь Тогда не можем Прочитать Хоть и в прошедшем Глаголе сказано Сказать Что это сказано О будущем Ну как уже О состоящемся факте Потому что Это видение Это откровение Здесь уж тем более Символичный Такой язык Уж тем более Приложен Ну вот так На этом теперь у меня Все Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok